Как много приятного в этом слое. Еда в наше время это уже не просто какая-то жизненная потребность, это настоящий культ. Многие мои зрители, я уверен, жрать не могут без видосов, в которых кто-то что-то жрёт. Таких вот людей, к слову, называют фудблогеры. И если вы тоже хотите таким стать, вам просто нужна хорошая камера и всё, вы можете просто сесть, начать жрать, попутно рассказывать на камеру о своих впечатлениях от еды и сотни тысяч, а то и миллионы просмотров вам обеспечены. Хотя, к кому я пижу, можете в принципе и не разговаривать. И к чему я показываю все эти красивые кадры, спросите? Вы понимаете, я не хотел бы, чтобы от меня сейчас массово начали отписываться, везли фуру дизлайков или, боже упаси, снова стали назвать геем. Просто дал вам время проживать то, что вы сейчас жуёте, если вы жуёте под красивые кадры, потому что дальше будут не совсем приятные кадры. Но для начала о приятном. Расскажу вам об одном канале, а точнее о пяти причинах подписаться на канал ТопТипТоп. Первое это добрая и дружеская атмосфера. Также интересные и разнообразные темы топов, качественный контент, они строятся, между прочим, над каждым видео, регулярный выход этих самых видеороликов и конкурс на PlayStation 4 за подписку. Ну и самая веская причина, это то, что ссылка на их канал уже ждёт тебя в описании. Начнём, пожалуй, с игр от Telltale. И думаю, многие уже догадались, о какой игре пойдёт речь. Да, Валькин Дет, первый сезон, от которого я реально был в ахуе. Впрочем, у меня тогда было лет 14, а то и 15. Сейчас же некоторые сюжетные повороты весьма и весьма предсказуемы. Но всё же, для многих сцена на ферме стала реальным шоком. Кто не в курсе, в игре мы играем за группу выживших и в какой-то момент находим спасение у другой группы выживших, которые на время соглашаются нас прийти. У них есть собственная ферма, еда, электричество, мажоры, короче говоря. И вот на протяжении всего эпизода кажется, что это прям дохуя, милые люди. Один делает для детишек качели, другая заботится за беременной коровой. Все такие, спасибо, пожалуйста. Они даже помогают одному из наших раненых с медицинской помощью. А медресурсы в зомбиапокалипсисе, это, знаете ли, штука редкая. Однако, в какой-то момент Ли, это главный герой игры, и Кенни, это не главный герой игры, находят какую-то странную дверь в амбаре. На ней навешаны куча замков, а ещё Кенни слышал там какой-то шум. Герои решают проверить, что скрывается за этой дверью, и когда Ли всё же удаётся взломать замок, он видит там море крапичей, всякие режущие и колющие инструменты. Один из братьев говорит, что там они просто разделывают мясо, которое добывают на охоте, и Ли в какой-то момент успокаивается до тех пор, пока не находит случайно Марка, того самого раненого стрелой товарища, и находит он его с отрезанными ногами. Как вы понимаете, это не побочка от раны стрелой. Причём сам Марка всё ещё в сознании, естественно, никакого наркоза на него тратить никто не собирался, и всё же он успевает сказать Ли, не ешьте мясо. Короче, да, оказывается, что это семья каникалов. Мерзко ли это? Возможно, но, знаете, вот эта вот женщина, которая говорит, что есть человечный, это как бы экономически выгодно, натолкнула меня на мысль спросить у вас, ну, типа зомби-апокалипсис, и у вас есть человек, которого уже не вылечить, сожрали бы вы его или нет? В общем, подискутируйте там в комментариях, ну, а я перехожу к следующей игре от Telltale. Batman Enemy Within. Богу славу, тут не сама еда отвратительная, тут скорее будет очень-очень странная сцена, под которой аппетит вряд ли появится. Не буду долго разглагольствовать, в отличие от ходячих мертвецов, герои этой игры в представлении явно не нуждаются. Даже не знаю, стоит ли тут что-то вообще комментировать, так как за моими комментариями вы вряд ли услышите вот это. Да, Джокер и Харли начинают чуть ли не ебаться прямо на столе перед гостями. Может быть, у кого-то что-то во время этой сцены, конечно, и появится, но это будет явно не аппетит. Evil Within 2. Практически в начале игры, хотя не практически, а в начале игры, когда Себастин еще нихрена не понимает, что происходит, он попадает в какой-то дом и слышит вот это. Да, качество озвучика у нас такое себе, но мы тут смотрим на еду, верно? Так вот, я хз, что это такое, но что справа похоже немножко на куриные головы. А вот то, что слева, я даже гадать, наверное, не буду. Как говорится, пишите в комментариях. В общем, в этой сцене нам показывают, как женщина с тем странным голосом кормит с ложечки то ли больного, то ли полудохлого человека. И когда тому уже не лезет, она запихивает ему всю эту жратву, если это можно, конечно, так назвать, с руки прямо в глотку. Казала, лежь! Вот так. И давайте вот, наверное, я после каждой игры буду подталкивать вас на написание комментариев. Короче, пишите Жиза, если мама тоже вас так кормит. Ну а далее Red Dead Redemption 2. Многие из тех, кто играл в игру, скорее всего, увидят эту сцену сейчас впервые, так как она все-таки из дополнительного задания, которое спрятано где-то в жопе леса. Но все-таки, если вы натыкались и заскакивали в эту местность, тут вы могли встретить семейную пару, состоящую из фудблогера, по всей видимости, и бьюти-блогерши. Они позовут Артура на ужин, и если вы согласитесь, то они вас накормят и напоят. А причем напоят это до отключки, после чего ограбят и вышвырнут в яму к трупам. И что-то я слишком динамично рассказал, мы пропустили диалог, который, между прочим, очень надо послушать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, как вы понимаете, это, оказывается, брат и сестра, которые любят друг друга, если вы понимаете, о какой любви идет речь. И, к слову, после того, что они сделают, можно вернуться в Ахату и решить проблему с потерянными денюжками. А еще, кстати, в доме можно будет найти много чего интересного, что раскрывает этих героев еще больше. Например, вот их детская фотография с вырезанными у родителей глазами. Или разбитый портрет этих самых родителей. Ну и самих, кстати, родителей. Вернее, их останки. Как и сказал бьюти-блогерша, с ними случилась страшная трагедия. И, судя по всему, под страшной трагедией она подразумевает убийство собственными детьми. Ну и как же тут без Resident Evil 7? Вообще, на самом деле, до съемки этого видео я не играл в эту игру. Но, поиграв, мне тут пришла мысль снять ролик про самые тупые поступки главных героев и самые, наверное, нелогичные моменты в видеоиграх. Как говорится, поддержите лайком, если хотели бы видеть подобное на канале. Ну и что у нас тут в игре? По сюжету игры наш главный герой Итан отправляется на поиски своей жены, которая пропала без вести 3 года назад. Получив ее сообщение, он попадает в заброшенный особняк. И, что сказать, уже с порога вас, в принципе, встречает вот такая вот вкуснятинка. Ах, блядь! Блядь! И вообще, если порыться на этой кухне, то можно найти, конечно, много всякой вкусной хухни, но это не совсем то, что я хотел бы вам показать. Уже чуть позже, когда вас схватит здешняя семейка, они усадят вас за стол поужинать. И вот это вот, наверное, одна из самых... Наверное, самая странная сцена ужина в видеоиграх. Во-первых, за столом явно меньше людей, чем может показаться. Во-вторых, у вас поковыряются в зубах очень технично. И в-третьих... Но в-третьих я... И да, вот фу-версию вот этого можете найти на каком-нибудь другом канале, а у меня мы это смотреть не будем, извините. Парень должен поесть. Должен поужинать. Ну-ка, парень. Давай, не стесняйся. Давай, давай. А тебе, черта, черта, мне есть, а? О, ты есть! Ну-ка, парень. Ну и на этом как бы все. Я не знаю, к чему я вообще сделал этот ролик. Наверное, к тому, что я готовлю ролик по полнометражному жуткому мультфильму, а предыдущие три ролика и так были по мультам. Так что, дабы разнообразить контент, вот вам игровой ролик. Надеюсь, кто-нибудь из вас все-таки бреванул во время этого видео. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте смотреть прошлые выпуски. До свидания.